Активисты отреагировали на обращения. Решили в очередной раз проехать по местам, где дорога представляет опасность. Первый участок – школа номер 9. Здесь, после восстановления проезжей части, бесследно исчезли пешеходные переходы и лежачие полицейские. Не изменилось ничего. Если вы видите, единственное, что у нас здесь уложили новый асфальт, вот здесь должны быть ограничения скорости, так сказать, лежачие полицейские. То есть их как сняли? Они до сих пор, вот уже асфальт, наверное, больше месяца, их так и не уложили. Проблем и опасности здесь добавляет отсутствие уличного освещения. Администрация школы просит установить фонари уже много лет, но власти никак не реагируют на крики о помощи. Когда вот сюда заехали, это была полная темнота. То есть здесь вообще мы как бы указали, еще тогда изначально, что освещенность девятой школы, она, ну, отсутствует. То есть и на сегодняшний день даже никаких изменений, естественно. Бродячие собаки тоже проблема старая. Были и случаи нападения животных на людей. Сразу обращаемся, делаем заявку, приезжают. Вот у нас, наверное, собак штук шесть отловили вокруг школы. Так что вот и предупреждаем детей, проводили линейки, рассказывали, что нельзя подходить к собакам, бродячим животным, кормить, прикармливать. У представителей ОНФ эта школа уже давно находится на особом контроле. Но частые выезды, беседы с администрацией города, комиссии и круглые столы никаких результатов не принесли. Именно по этому участку мы сделали обращение на главу администрации Сапожниковой по вопросу обустройства пешеходного перехода в этом месте. Потому что это очень многочисленный маршрут. В прошлый раз мы здесь также присутствовали и видели, как дети переходят дорогу здесь. По сегодняшний день ответы мы не получили от администрации. Следующее место – школа номер 20, поселок Биофабрика. Картина похожая. Освещение только со стороны дороги, но и здесь есть своя темная сторона. Так как дорогой является федеральной скоростью автомобилей здесь высокая. Автолюбители передвигаются вдоль школы по тротуарам, чтобы скрыться от видеокамер. А детям приходится прижиматься к забору и стараться не угодить под авто. Они, зная об этом, там на перекрестке поворачивают и едут по тротуару. И вечером такая же история. Если, допустим, автобус остановился для высадки, посадки пассажиров, значит за ним тоже идет пробка. То есть это очень сложный участок. Это надо грамотным людям, закончившим Московское автоинженерный институт, садиться и решать этот вопрос. Если так будет продолжаться и дальше, то всероссийская акция «Дорога в школу» в таких условиях в нашем регионе будет невыполнимой. Сейчас еще экспертами Общероссийского народного фронта эта проблема будет рассмотрена. И мы, скорее всего, на сегодняшний день будем участвовать в комиссии по безопасности дорожного движения города Читы, на которую будем выносить данную проблему. Виктор Соловьев, Анастасия Шадрина, ЗАПТВ